Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И новогодний отток. Рестораторы республики фиксируют сокращение заявок на проведение новогодних корпоративов. Эксперты рынка недвижимости Башкортостана считают, что предложение Минстроя обязательного страхования дольщиков на случай недостроя вызовет отток клиентов с рынка новостроек в пользу готового жилья, а также приведет к росту цен. Сегодня газета «Коммерсант» сообщила, что инициатива уже обсуждена в Центробанке, Минфине, Минстро и Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию. Предлагается схема, по которой дольщик за свой счет страхует риски неисполнения застройщикам обязательства передачи объектов долевого участия. Договор можно будет заключить только с теми страховщиками, которых аккредитует Центробанк. Процентов на 5-10, я думаю, будут расти. Они и так сейчас будут расти из-за дорожания стройматериалов. И сейчас проблемы с этими страховыми компаниями. Уже страховые компании оставшиеся, они будут поднимать свой тариф. И застройщики будут вынуждены поднимать тоже. И если сейчас дольщиков будут обязывать платить, процентов 5-10 мы думаем, что будет. Советский суд УФИ отстранил от работы главу Кушнаренковского района Алмаза Юсупова. На чиновника завели уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». По версии следствия, в начале прошлого года он передал третьим лицам 11 земельных участков, которые были предназначены льготным категориям граждан. Глава администрации устанавливал приоритеты и особые условия для отдельной категории граждан при предоставлении земельных участков, изменив разрешенный вид их использования и не включенных в кадастровый учет при планировании строительства нового микро-района Андреевский. Расследование уголовного дела продолжается. О том, как торговались акции республиканских компаний на биржах и ситуации на валютных рынках, сегодня нам расскажет начальник управления ценных бумаг и валютного контроля Башком Снаббанка Азат Амира. Азат, здравствуй, тебе слово. Добрый день, Равиль. Сегодня на рынках мы наблюдаем невысокую торговую активность из-за выходных дней в США, Канаде и Франции. В итоге пара доллар-рубль не изменилась по сравнению с вчерашним днем. Торги идут по 64.53. Евро подорожало на 10 копеек, текущей котировке 69.30. Нефтяные фьючерсы сегодня снижаются на статистике о коммерческих запасах нефти в США. Запасы выросли за неделю на 6,3 миллиона баррелей, что существенно превысило прогнозы. На этом фоне Brent минус полпроцента. Текущей котировке 47.85. Light теряет 1%, торгуется по 45 долларов за баррель. Российские фондовые индексы сегодня снижаются в пределах полупроцента. Это касается и ММВБ, и РТС. Акции Башнефти вот уже который день снижаются сильнее рынка. Вот и сегодня обыкновенные акции снизились на 1%. Торги идут по 1933 рубля. Преволюбированные потеряли 1,5%. И сейчас торгуется по 1630 рублей. Равиль. Да, да, спасибо. Депутаты Башкирского парламента не согласны со снятием запрета на продажу алкотоников и алкоэнергетиков. Данная инициатива будет направлена в правительство страны федеральной антимонопольной службой. ФАС считает, что запрет отдельного вида товара в различных регионах приводит к нарушению конституционных прав граждан. Однако региональные власти утверждают, что вправе самостоятельно вводить такие ограничения. Мы следовали строго федеральному закону номер 171 от 1995 года, который регулирует обороты алкогольной продукции. На уровне федерального законодательного органа этой информации ФАС будет дан ответ. Но косвенно нашу правоту подтверждает тот факт, что еще 37 регионов Российской Федерации такие законы приняты. Полный запрет продажи слабоалкогольных энергетиков был введен в Башкортостане в июне этого года. В Крултайе республики заявляют, что соответствующий законопроект был принят в трех чтениях после проведения экспертизы и консультаций с Минздравом. Рестораторы УФИ не могут даже примерно прогнозировать выручку от проведения в этом году новогодних корпоративов. Однако отмечают значительное сокращение заявок по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в Ассоциации рестораторов республики. Такая неопределенность связана в первую очередь с тем, что многие, в частности бюджетные организации, сократили данную статью расходов. А некоторые и вовсе возложили оплату праздничного застолья на сотрудников. На сегодняшний день забронировано почти все, но вот оплачивать услуги заведению финские предприятия пока не спешат. Что касается среднего чека на новогодний корпоратив, то он остался на уровне прошлого года. На новогодние корпоративы средний чек, ну, по крайней мере, во многих ресторанах, которых я знаю, примерно остался тот же, как и в прошлом году. Потому что многие рестораторы понимают сложившуюся ситуацию сейчас на рынке. И тем самым пытаются за счет этого и привлечь народ, то, что не поднимают цены. Для сравнения, в Москве дела у рестораторов обстоят иначе. Они отмечают увеличение спроса на проведение новогодних корпоративов на 40%. Расценки же выросли примерно на 20%. О новостях пока все. Далее мой коллега Кирилл Кукош и программа «Взгляд». Не переключайтесь.